Виновные наказаны. На Анапском шоссе наведен порядок. Поручение, которое дал Юрий Поляков, выполнено. На прошлом совещании глава города обратил внимание на грязь, которую вывозит строительная техника на одной из главных магистралей курорта. Сегодня ответственные службы отчитались о решении этой проблемы. Сотрудниками ГИБДД составлено два протокола по 12.33 за повреждение дороги. Из них один в отношении должностного лица. В результате организации обустроен подъезд к месту проведения работ путем его заливки бетоном. Установлено оборудование для мойки колес. Активная работа идет в сельских округах. Закончено строительство газопровода в хуторах Малый и Большой Разнокол. Выполняется поручение Юрия Полякова по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в поселке Пятихатке и селе Джигинка. До конца года должны быть сданы и социальные объекты. Амбулатория в селе Чехон, спорткомплекс в 21-й школе, детский сад Лазурный в Алексеевке и завершены основные работы в детсаду Орленок. Отдельным вопросом – новогоднее оформление курорта. По мнению главы Анапы, работу здесь необходимо усилить. Понимаю, что для каждого предпринимателя это определенные затраты, которые они тратят. Для нас это общий вид города, который мы делаем праздником. Я объезжал и вчера, и позавчера слабо. Конечно, хочется обратиться и к жителям, и ко всем предпринимателям, чтобы все было украшено. Помимо этого, Юрий Поляков дал поручение доработать праздничное оформление главной елки на театральной площади. Здесь пройдут основные новогодние мероприятия. Изменится и внешний вид остановок общественного транспорта. Сегодня были представлены эскизы новых павильонов. А на Пионерском проспекте будут благоустроены и проезды к морю в местах, где установлены арки. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.